ребят ну как я подстригся сегодня наверно покороче но никита не знаю почему не вреда я вообще уже на лысо подстригусь домой немножко что-то такого покушать сейчас вам обязательно покажу уже на острову покосили полностью везде увидите во время войны но все равно хотя бы за двором смотрят убирают так вас вот эти вот абрикосы светут разные всякие деревья вишни здравствуйте вырубай свой бред твоих блогеров блин абьюзер тебе нельзя такое носить не запрещает просто когда захожу эти блин на твои псевдоблоги ты посмотри то что я тебе принес а потом будешь уже смотреть вот этот свой зашквар это тебе тут любишь бухать когда беременна это я шучу этот пэйвов и тупо золковой салфетки супербэйби ну так уже блин тупо супербэйби она мама уже начала куплять детское мыло да прикинь ну стирать вещи детское мыло это мне? ну это тебе а это тебе? это тоже тебе это тоже мне? тебе две порции и две мне и две тебе? да і а даша твоя? ну там есть такая компетты це компетики люблю молочные да а даша так вот bail triangle да но можно было бы себе что ещё короче ну я люблю ты издевайся повернись Ну сбоку красиво, а тут нельзя было чуть-чуть? Да нет, не надо. Ну оно же быстро. Нормально. Ты потом будешь сказать, как я взрослый. А тут красиво сбоку. А я люблю, когда ты сверху тоже сильнейший. Я не сильно выкину. Ромашки взял, бабушкина любимая конфетка. Так а это не такие ромашки. Да, другие я не тебе взял, блин. Это дешевле. Ну ничего. Семешки, не соленые, да? Холбаса. Холбаша. Холбаша. Сырок взял вот такой, дружба. Маковик взял к чаю. Сырок взял к чаю. Сырок взял к чаю. И... Огурцов. А что ж ты не взял помидорчика тебе на салат? Не знаю, не знаю. Так а в тебе ж стоит корона. То корона стоит, пусть стоит, блин. Нормально. Да? Пойдёт? Ага. Пойдёт. Угу. 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 Ну что, постоянно? Ну что, ты готовишь, да? Нет. Ну что? Смотри, как красиво всё. А, ты убиралась? Красиво? Ну да. Да, я прибираю сейчас в тумбочках, а потом буду убирать уже на корне. Ребята, вы знаете, что у нас, кстати, сработал вот этот датчик газа, короче. Пипец. Ни с того, ни с сего, блин. Начал пищать. А ты убирала. Нормально. Я не готовлю. А тут наверх я поставлю включайничок. Я не знал, куди я ему втнуться. Толь будет пашуток. Нормально. Кстати, в ней классно плов делать. Поставим на балкон, хорошо? Воно просто. Окей. Вот тут. Тепер пакеты нормально засовываются. Тепер не надо пакеты. Окей. Я в том, что в натуре, то, что мне действительно надо развести, спрошу на ноги, на ресницы, вообще эти, ну, сарани деньги, если ты пробуешь на день. Мне просто жалко тебе и жалко твоих денег. Ну правда, жалко тебе и жалко твоих денег. Потому что потом тебе и будет плохо. Мне все равно. Ну, мне лично все равно. Я могу и воду попить. Я могу и без сахара попить. Я могу и просто макароны поесть. А могу и не поесть. А ты бишь, мне надо кормить правильно. Ты ж просто не будешь есть макароны. Ты до меня прийдешь и скажешь, Ника, а что, ничего нет? Дадо макароны. Ну дай мне думать, дадо тебе его взять. Ну то я ж не проиграл деньги, не потратил их на бухло. Я принес еду. Я понимаю, спасибо тебе. Но у нас тут немного рациональнее. Понимаешь, когда сейчас тебе надо с Наташей рассчитываться. И когда сейчас 10 тысяч гривен в месяц. Но ты сейчас прогуляешь и что потом мы будем делать дальше? А Женя, жити как в месяц. Тебе же надо 20 дней прожить. За что ты будешь жить 20 дней? Нет. Ты так говоришь, вроде я проиграл все деньги. Я не знаю. Я где-то пошел, проиграл деньги. Я принес еды, купил все, что каких-то продуктов купил. Ну и что? Жень, каких-то? Яких каких-то? Ну каких? Ну каких? Ну еди купил. Колбасу, конфеты, мороженое. Женечка, я тебя понимаю. Спасибо тебе большое. Ты меня просто не чувствуешь. Ты неправильно меня чувствуешь. Я тебя не осуждаю в этом году. Ты молодец. Спасибо тебе большое. Да. Ты их не пропив, не прогуляв, не прокурив. Все. Ты все правильно кажешь. Да. Так есть. Ты просто меня не с той стороны чувствуешь. Нет. Я тебя пытаюсь объяснить, котик. Просто можно 10 конфеток не на столько 5 гривен купить? Понимаешь? Угу. Ну, а трошки какие-то конфетки, не знаю ли какие в моей жизни? Я понимаю, что я их люблю. Спасибо тебе большое. Все, ты поставил все на меня, знаешь, и я их люблю. Ну вот зачем ты это делаешь? А что я делаю? А что я делаю? А что я делаю? А что ты смеешься? Потому что ты снимаешь, да? Кого снимаю? Мне. А что тебе так весело? Я не снимаю камера, что она меняет. А что тебе так весело? Да вообще... Не, ну я просто хочу понять. Ты смеешься, потому что ты считаешь, что я тебе бред несу. Или ты смеешься, потому что ты понимаешь, что ты прав. Чего? Ну... Я прав. Частично. Частично прав, частично нет. Ну просто то, что ты разруливаешь тут. Я не разруливаю ничего. Мне просто, ну, очень грустно и за то, что ты не понимаешь... Ребят, а все началось из-за вот этих вот котлет. А-а-а! Все началось из-за котлет. А что, я все записывал? Что тут такого? А что, ты считаешь, что ты что-то неправду значит? Неправильно говорил? Нет. Все началось с котлет. Ника говорит, что наделала котлет, а теперь из-за меня приходится их выкидывать. А что ты сразу обижаешься? Накупил. Накупил всего и я еще крайне короче. Что я зря это сделал. Потому что, говорит, надо экономить. С одной стороны, да, нафрага. Но я не могу до сих пор остановиться. Все хочется купить то, 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 то и с чего-то по чуть-чуть взять. Получается, потом тратим, тратим большие суммы и начинаются вот такие вот пироги. Что ты обижаешься? Я не понимаю, на что ты обижаешься? То, что я показал котлеты, что приходится выкидывать. Так я бы их не выкидывал, а не знаю, зачем ты их выкидываешь. Если еще эти котлеты можно есть. Потому что очень много еды было, попривозило. Вот мы и не ели. Что ты обижаешься, Ника? Вероника. Вероника Владимировна. Что ты дуешься, скажи? Никутя. Что ты дуешься? Не понимаю, на что обижаться, конечно. Ты обижаешься, что я снимаю видео или что? А? Ник. Ты можешь ответить? Я хочу. А что? Просто хочу. А что такое? Что случилось? Я хочу тебе отвечать. А что сразу слезы? А? Ну ты можешь объяснить, по какой причине ты плачешь? Ничего. Не, ну что случилось? Я понять не могу. Все нормально. Я зашел... Из-за того, что я снимаю? Ну все нормально, я же сказала тебе. Так а что случилось? Что ты плачешь? Ничего не случилось. Что, блин? Так объясни, надо разговаривать. Не надо молчать. Ты со мной не разговариваешь, когда я с тобой пытаюсь поговорить. Я с тобой всегда разговариваю. Я не понимаю. Нет, ты просто слушаешь меня и смеешься. Да я просто, я по жизни, я юморист. Всегда это уже смешно. Когда я с тобой серьезно разговариваю, тебе... Я юмор, ну я просто, ну, юморю всегда. Я в жизни ищу позитив, я не ищу негатив. Хорошо. Я не могу быть злым. Хорошо, все. Чего ты обижаешься? Она так в жизни относится немного с юмором, а не с такой прям иронии, как ты. Я подивлюсь, за каким ты юмором будешь относиться, когда к тебе закончатся деньги. И потом, когда ты будешь сказать, что у меня нет денег, я подивлюсь. И когда к тебе потом будут звонить и сказать, давай бабло, я подивлюсь на тебя, за каким ты юмором будешь относиться до этого. Ты просто, ну... Ты просто, ну... Тебе очень весело, ты стоишь, ухмеляешься, смеешься, не хочешь... Ты считаешь, что ты прав. Ну... Понятно, как это Женя Павличенко осознала, что он может десь быть неправ. Как это вообще, ну, возможно. Я тебе не скажу, Женя, не трать деньги на еду, дай мне их 5000 гривен, я пойду там губы себе сделаю. Я тебе просто пытаюсь объяснить, что сейчас 29 число. Вспомни, сколько ты уже с 22 потратил денег, сколько в тебе осталось сейчас и до какого числа тебе надо досидеть. Напоминаю просто тебе. Ты мне этих денег не даешь, никаких, я их не вижу, никаких денег. Мне все равно. А то потом ты рассказываешь, что я с тебя тягну яких денег и лишаюсь, и рубля я не вижу этих денег, лично соби. Я сиду и за тобой переживаю, потому что, ну, тебе потом будет плохо. Ну, тебе. Ты потом будешь без денег, тебе потом не будешь, за что заправлять машину, тебе потом не будешь, а давай, лерь. И тебе потом сказать Наташи, что в тебе опять не мать денег, тебе, не мне. Ну, вместо того, чтобы по тысяче гривен откладывать, чтобы наконец-то хоть как-нибудь ей отдавать, ты просто скажешь, ну, не мать денег. Но в то же время, блин, ну, я понимаю, да, что ты пішел, купи мне конфеты, которые я люблю, пішел, купи мне, да, я это все понимаю. Ну, я, блин, готова воду попить, чтобы ты, блин, наконец-то порассчитывал все со своими долгами. И чтобы, ну, тебе хорошо было, чтобы ты месяц нормально прожив. Ну, я, ну, мне какая разница, я могу, ну, эти макароны просто так поесть. Ну, ты же потом будешь сказать, что вот, какой-то бы ковбаски, вот, какой-то бы того. Ну, тебе же потом будет плохо из-за того, что ты так тратишь. Ну, а ты смеешься. Ну, успокойся, все, я понимаю, я больше, я буду. И ты считаешь, что ты, ну, ну, подожди. Я буду экономить все, хорошо, я больше не буду повторять. Чего, Жень? Я тебя услышал, ты правильно все говоришь. Я просто всегда по жизни стараюсь про тебя думать. Ну, блин, Жень, ни разу я про себя не подумала. Ну, окей. Только тогда, когда я тебе сказала, что мало мне надо коляски и кроватки, ну, действительно, даже тогда я не про себя думала. Ну, ладно, перестань. Ты все правильно говоришь. Я постоянно, правда, подумаю и потом я по сути гоновато получаюсь, понимаешь? Все, успокойся. Все, успокойся. Лучше бы я была эгоисткой и думала про себя, или было бы у меня никаких проблем. Все, 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 все. Все, перестань, успокойся, пожалуйста. Да я спокойна. Все, ты правильно все говоришь, я тебя услышал. Я не буду больше тратить деньги. Будем, значит, без вот этих вот сладостей все-таки. Ну, что тебе объясняют, ты и так все знаешь. Нормально, будем, я... Сколько у тебя денег есть? Сколько у тебя усталость? Сколько времени до зарплаты следующей? И сколько будет зарплаты следующей? Я думаю, ты и так все понимаешь, что там там. Ой, 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 ой. Вот, ребятки, видите, как оно... Не знаю, как оно все. Другие блогеры, возможно, не показали такое, да, что в семье происходит, да. Я вам стараюсь все показывать, как оно есть. Да, в этой ситуации, но я не совсем прав, потому что надо как-то экономить. Я привык к хорошей, сладкой жизни, да, покупать все, тратить все, несмотря на цены. Мне теперь просто очень тяжело привыкнуть к этому. Очень тяжело. Я до сих пор хожу, не смотрю вообще на цены, хотя понимаю, что денег уже нету, дохода нет и надо стараться как-то жить. В общем, вот такая вот ситуация и разгорается насчет этой темы всей. Как-то так. И хотелось бы услышать от вас какую-то точку зрения по этому вопросу. Мне бы интересно было бы, как у вас в семьях, как вы вот экономите, не экономите. Пишите, пожалуйста, в инстаграме. Интересно было бы, конечно, почитать. Также, почему мы говорили за долг, Ника говорила, что Наташа должен, потому что, ну, я у Наташи брал, мне не хватало было на машину деньги, и две с половиной тысячи долларов мне пришлось брать ей на машину. И Наташа мне сказала отдавать деньги. Вот почему и Ника как бы переживает тоже за это. Как бы надо рассчитаться с человеком. Ну, она правильно говорит. В общем, ну, вот как-то вы все в курсе, что произошло, ребят. Как-то оно все вот так. Тяжело. Тяжело, конечно, когда ты привык жить. По одним принципам. Сейчас тяжело, конечно, по другим. Потому что уже дохода нет. Сейчас приходится искать работу. Нужно устраиваться на работу. У нас, тем более, военное положение. У нас война. Сейчас всех призывают, вручают повестки. И сейчас очень тяжело даже найти работу, чтобы вы понимали. И мы так оказались в тяжелой ситуации. Так же самое не только у меня и у моей семьи. Это сейчас везде во всей нашей Украине. Конечно, есть наглецы, которые наживаются на этом. Кому война, кому бизнес. Как-то так.